здравствуйте дорогие друзья в эфире очередной выпуск программы разговор о медицине и сегодняшняя наша тема посвящена инсультом она так и называется как распознать инсульт и сегодня у нас в гостях замечательный доктор сластен елена валерьевна заведующая неврологическим отделением больных с острым нарушением мозгового кровообращения центральной клинической медико санитарной части имени Егорова заслуженного врача россии Егорова здравствуйте здравствуйте скажите пожалуйста ну вот вообще инсульт это действительно такая очень большая проблема и заболеваемость растет как в россии так и в ульяновской области и сотни тысяч людей погибает другого слова не скажешь погибает именно вот от инсультов скажите пожалуйста насколько у нас распространена это патология ну может и по россии скажете по ульяновской области в целом и насколько сейчас помолодело это заболевание проблема заболеваемости при болезнях системы кровообращения остается актуальной во всем мире и соответственно в том числе и в ульяновской области на долю пациентов с церковоскулярной патологии по россии приходится примерно 22 процента это лица трудоспособного возраста мужчины и женщины 20 59 лет из них 55 процентов приходится на долю смертей от инсультов в ульяновской области заболеваемость составляет порядка 2,1 на 1000 населения в год инсультом смертность от инсульта 0,73 сотых в принципе такие как по всей россии да 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 причем смертность в острый период то есть момента начала до 28 дней составляет 17,7 процента а среднегодовая смертность от инсульта 35,3 процента ну что касаемо возраста пациентов здесь встречаются разные возраста то есть это не обязательно должны быть люди какого-то пожилого возраста но например приведу пример в августе буквально 2020 года у нас был пациент возраста его 20 лет 20 да это молодой человек он перенес инсульт геморрагический объем кровоизлияние составил 17,7 миллилитра выписался с положительным исходом с минимальной неврологической симптоматикой то есть можно сказать ушел на своих ногах ну то есть обошлось так скажем да было своевременно оказано лечение да своевременно подобранная терапия и он как бы с минимальной степени выраженности неврологического дефицита вообще есть много патологий которые в общем-то схожи в какой степени на клинику от инсульта похоже вот как все-таки определить что вот это действительно признаки инсульта ну существует очаговая неврологическая симптоматика сейчас я знаю и в детских садах и в школах некоторые проводят даже медицинские работники такие лекции чтобы даже дети знали что вот первые признаки инсульта то есть это может быть какая-то асимметрия лица перекошенности лица ее называют может быть какие-то речевые нарушения которые сразу же понятно родственникам близким окружающим что человек как-то говорит не так как он обычно ведет себя или разговаривать то есть какая-то невнятность речи конечно да у всех проявляется по-разному то есть у кого-то каша во рту кто-то не может высказать четко это можно определить как какие-то наводящие вопросы нужно задавать на некоторые даже не могут назвать свое имя отчество пары за параличи то есть также видно что слабость какая-то руки ноги на соответствующей стороне справа или слева это может быть какие-то могут быть нарушения зрения то есть зрительное нарушение нечеткость видения пациента жалуются или там двоение в глазах может быть мельканьем ушек ну да то есть такие признаки которые характеризуют что с человеком что-то не то что нужно вызывать скорую помощь понятно или малина кто относится все так называемой группе риска и сразу какие факторы все-таки способствуют возникновению инсульта ну группа риска это пациенты с повышенной артериальной гипертонии пациенты с сахарным диабетом с церебральным атеросклерозом пациенты с какими-то врожденными аномалиями то есть какая-то генетическая предрасположенность генетические какие-то аномалии позвоночных и сонных артерий пациенты с вич-инфекцией или ведущий нездоровый образ жизни так называемые то есть злоупотребляющий алкоголем курением пациенты с какой-то патологии системы свертывания крови с заболеванием сердца это может быть перенесший инфаркт и миокарда и с ишемическими болезнями сердца то есть группы такие а кто все-таки чаще вот по и по вашей статистике кто чаще болит мужчины или женщины все-таки ну вот или нельзя как-то разграничить тут 2019 год мы считали все-таки больше болели женщины вот по нашему перечисосудистому отделению больше статистика сдвинулась в сторону женщин все-таки женщины чаще да у нас да так было мы считали ну вот вы уже коснулись вот фактор фриска да который приводит к инсультам но вот на что должен обратить внимание врач да и может быть даже сам пациент прибыль перед приемом врача то есть перед переходом к врачу перед тем как он обратился за какой-то помощью то есть вот все таки что должно насторожить человека что вот все какой-то вот такой колокольчик да что вот ему надо идти быстрее прямо в полиглинику и проходить обследование ну что касаемо инсульта это есть острое нарушение мозгового кровопрощения но возникает молниеносно но все же когда мы начинаем собирать анамус у пациентов мы выясняем что пациента например очень длительные были головные боли либо у него длительное время было повышенное артериальное давление то есть такой продромальный период какой то есть все таки да либо у него несколько дней нарушилось зрение и у него мелькали мушки перед глазами или двоение некое было да то есть шум в голове шум в ушах то есть уже не может есть такие симптомы которые вот пациенты они говорят жалуются соответственно они идут к врачу и там уже мы выясняем все таки но обязательно нужно делиться да тем более если человек там в семье там уже не этом родителям да обязательно об этом говорить не молчать самое главное потому что все таки своевременное начатое лечение но об этом обязательно скажем да ну а вот вообще инсульты да вы уже про фактор риска сказали какие-то факторы риска вот человек обратился к врачу например там за помощью вот у него были какие-то предвестники все что вот входит в обследование такое ну скажем так на уровне первичного звена сначала что нужно пройти чтобы все-таки вот утвердить да и мнение врача что нужно что человек пришел во время и самого пациента что да что действительно обратился правильно но если пациента. Здесь не просто анализ крови или ЭКГ там да? если у пациентов какие-то есть жалобы он конечно либо вызывает врача на дом, если обойдет соответственно не может дойти до поликлиники эта упруж唯一 нам очень сильно это очень важно и не надо идти в поликлинику надо лучше вызвать врача либо он идёт в поликлинику обращается к неврологу невролог смотрит то есть если у него есть какая то соответствующая очаговая симптоматика И предварительный диагноз, он выставляет острое нарушение мозгового кровообращения, вызывает скорую помощь и везет по соответствующей маршрутизации. То есть существует схема. У нас в Ульяновске, в Ульяновской области, по которой у нас организовано несколько первичных сосудистых отделений, региональные сосудистые центры. Давайте их назовем. Значит, у нас первичные сосудистые отделения имени заслуженного врача России Валерия Александровича Егорова, это относится к медико-санитарной части, то есть это наше первичное сосудистые отделения, затем первичное сосудистые отделения на базе центральной городской клинической больницы, первичное сосудистые отделения Барыша и региональный сосудистый центр на базе Ульяновской областной больницы. То есть город и область, все районы, они имеют определенное прикрепление к определенному перевищенно-сосудистому отделению или к РСЦ. Соответственно, когда происходит, если случился инсульт в районе, и на вызов попал фельдшер районной ЦРБ, центральная районная больница, то есть все фельдшера, терапевты, неврологи района, они имеют связь с соответствующим первичным сосудистым отделением. То есть они звонят, докладывают обстановку и везут уже к прикрепленному своему сосудистому центру, где уже в приемном покое мы выясняем, проводим соответствующий комплекс обследования, куда входит метод нейровизуализации. Это компьютерная томография головного мозга, где мы можем морфологически уже выявить инсульт. Более точно уже локализацию. Да, либо клинический врач просто при осмотре может поставить необязательно с помощью компьютерной томографии, потому что все-таки очаг инсульта, он формируется не в течение от нуля до 72 часов, то есть на момент осмотра в первые часы компьютерный томограф может его и не увидеть. То есть он может сформироваться на следующий день. Вот хочется даже прямо к пациентам еще обратиться, что если врач говорит вам, что нужно ехать в больницу, что нужна госпитализация, и она показана, не нужно уговаривать тянуть время и говорить, нет, может обойдется, давайте до завтра подождем, не нужно этого делать. То есть, как говорится, нужно довериться докторам. Это обязательно такое условие. Ну и сразу вытекающие отсюда правила золотого часа. Что это такое, расскажите. Ну, в медицине существует такое понятие, как правило, золотого часа, то есть это определенный период времени, за который мы можем оказать пациенту помощь максимальную, что в дальнейшем может улучшить прогноз. Прогноз, конечно. В степени инвалидизации снизить, соответственно, улучшить его качество жизни. Ну, к примеру, на базе первично-сосудистых отделений мы проводим тромбоэлитическую терапию, и период открытого терапевтического окна у нас составляет от нуля до четырех с половиной часов. То есть от момента не более четырех с половиной часов должно пройти. И в этот период мы можем максимально оказать пациенту помощь. То есть мы вводим тромбоэлитический препарат, тем самым растворяем тромб и в дальнейшем уменьшаем степень выраженности неврологической симптоматики, в частности дефицита какого-то двигательного, речевые нарушения минимизируются. То есть вот так. Елена Марина, а вот все-таки мы уже сказали, да, инсульты бывают по времени разные, да, и там протекают. Давайте прямо скажем, какие виды инсультов бывают, и, ну, может быть, хотя бы в двух словах какую-то такую клиническую картину каждой из них. Ну, ишемический инсульт – это инсульт, когда происходит закупорка сосуда тромбом. Соответственно, поражается определенный участок головного мозга, он отмирает. Существуют различные виды классификации у нас в неврологии, и там в зависимости от объема, в зависимости от количества очагов, ишемический инсульт. Ну, градация уже идет такая. Да, в зависимости от размера очага. И геморрагический инсульт – это когда происходит разрыв сосуда, и кровь изливается в головной мозг. То есть получается, как разлиянного течения. И чем они отличаются тогда, вот по клинике, хотя бы в двух словах. Ну, ишемические инсульты, они формируются, я уже повторяюсь, да, могут до трех суток формироваться. То есть более длительно. Да, геморрагический инсульт, он проявляет себя быстро. То есть пациенты, многие жалуются, как ударом по голове, то есть молниеносно. То есть а в минуту даже каких-то идет? Да, секунды. Сосуд разрывается, и кровь изливается. То есть если произошел геморрагический инсульт, на компьютерном томографе мы можем сразу его увидеть, морфологически. Врачи описывают уже определенный очаг кровоизлияния, считают объем, то есть в миллилитрах. Соответственно, сколько миллилитров. Мы, неврологи, имеем связь с нейрохирургами. То есть нейрохирурги тоже в зависимости от очага могут пациенту экстренно провести операцию и также улучшить в дальнейшем его качество жизни. Ишемические инсульты, да, не всегда мы их видим на компьютерном томографе, но мы видим их клинически по соответствующим признакам. Здесь уже мы проводим, конечно, тромболизис, тем самым помогаем пациентам. Игна Валерьевна, вот в такое непростое время, да, не могу не задать такой вопрос, да, как Вы считаете, коронавирусная инфекция все-таки нашла какое-то отражение, может быть, в распространенности инсультов, в их течении, может быть, из Вашего личного опыта? Ну, мы знаем, что коронавирусная инфекция, одно из усложнений ее – это повышенное тромбообразование. Соответственно, пациенты, которые входят в группу риска по инсультам, они, конечно, подвержены этому заболеванию, то есть риск у них увеличивается, так как все-таки здесь образуется тромба, тромба закупоривает определенный участок головного мозга, соответственно, вызывает ишемию, происходит инсульт. Поэтому, конечно же, пациентам нужно беречь себя в это непростое время. Нежелательно болеть этой инфекцией. То есть, опять же, мы говорим, используя средства индивидуальной защиты обязательно выполнять все рекомендации вот той эпид-обстановки, которая сейчас существует. Не пренебрегать. Да, не пренебрегать. И мы обязательно тогда справимся со всеми этими проблемами. Ну, вот еще такой вопрос. Вы уже немножко сказали о прогнозе после инсульта. Тогда вот такой вопрос. Каковы условия хорошей реабилитации пациентов после инсульта? И насколько вообще возможно восстановление человека, может быть, даже его трудспособность, его социальный статус и так далее, и так далее? Ну, восстановление самого человека зависит от самого человека. То есть, от его позитивного настроя, от его каких-то резервных возможностей, насколько человек, пациент сам хочет стремиться выздороветь. Реабилитация, она очень помогает. И мы начинаем раннюю реабилитацию. У нас в периодическом сосудистом отделении есть реабилитационное отделение. И, в принципе, когда пациент попадает, очень важно начало ранней реабилитации. То есть, она проводится... То есть, и здесь, чем раньше, тем лучше. Да, она проводится уже в отделении реанимации практически. Начинает ранее вертикализировать пациентов. Тут же, прям сразу. Да, то есть, у нас мультидисциплинарный подход. То есть, работают несколько специалистов. Это не только неврологи, это еще и логопеды, психологи, реабилитологи, врачи лечебной физкультуры. То есть, объемное такое идет восстановление. Да, назначается лечение. Согласуется между специалистами и уже проводится в комплексе. Ну и вот я уже сказал просто, вот вторая часть вопроса. Насколько возможно восстановление? Возможно, что человек полностью на 100% как будто не было инсульта? Или это все-таки от тяжести его зависит? Да, совершенно верно. Здесь зависит от типа инсульта, от тяжести инсульта, от своевременного начатого лечения. То есть, насколько раньше мы все это начали. Ну и от самого пациента, конечно. Вот бывают случаи, когда пациент полностью восстанавливается. То есть, регрессирует полностью неврологический дефицит, уходят какие-то речевые нарушения. То есть, пациент вполне социален. Ну вот вы уже заикнулись о том, что в основе одного из видов инсультов лежит атеросклероз сосудов. Да. Отсюда вытекает вопрос такой, если человек полностью откажется от жирной пищи, от какой-то, может быть, различной, которые провоцируют какое-то образование бляшек и так далее. То есть, от питания, я хочу к этому подвести. От питания многое зависит или нет? Или все-таки здесь больше все-таки зависит от того, что какой основной диагноз у пациента, да? И действительно, как вы сказали, настрой? Ну, питание, это, конечно, здоровое питание, оно снижает риск возникновения инсультов, безусловно. Если рассматривать факторы риска в питании, то это, конечно, повышенное употребление солей и жирных кислот у пациента. Ну, особенности гипертонической болезни, да? Да, и малое употребление овощей, фруктов, ягод. Поэтому, конечно же, за питанием нужно следить. А активность, активный образ жизни тоже влияет как-то? Активный образ жизни, да, движение. Двигательная активность, да? Да. Ну, и про позитивные настрои. То есть, вот нервная система, да? Понятно, что многие склоняются к тому, что все болезни от нервов. В принципе, я считаю, что зерно в этом есть, в этой поговорке. Такое, она правильная совершенно, да? Действительно, да, все болезни от нервов. Насколько все-таки стрессы, волнения, напряжение, да? Вот все это, насколько влияет на развитие инсультов? Ну, позитивные настроенные люди, открытые люди, было доказано, что они меньше болеют, чем закрытые люди. Конечно, если человек в стрессе постоянном, да, в каком-то эмоциональном напряжении, естественно, он больше подвержен риску, чем человек спокойный, уравновешенный, опять-таки. Поэтому позитивный настрой нужен, нужен. Ну, и, может быть, какие-то общие такие, дадите советы пациентам, чтобы действительно не прийти к инсультам, чтобы его не было, да? Чтобы как-то предупредить профилактику, может быть, какие-то такие общие рекомендации? Ну, нужно следить за своим здоровьем, питанием, образом жизни. Конечно, сейчас в наше вот такое непростое время, да, нужно не пренебрегать все-таки рекомендациям врачей. Это постоянная обработка, это постоянное ношение в общественных местах маска. Это, конечно, если, конечно же, пациента беспокоят какие-то длительные вот такие вот головные боли или гукуржения, или некоторых беспокоят за грудинные боли, да, вот как признак какой-то, как начало, нужно обязательно обращаться к врачам. Вот, и обследование, чтобы проводили обследование, естественно, диспансеризация населения один раз в год. Вот я хотел только, хотел только то, чтобы как раз к этому моменту мы подошли, что обязательно, ну, сейчас мы знаем, что диспансеризация пока еще, учитывая вот нынешнюю ситуацию, пока приостановлена, да, но, тем не менее, она обязательно вернется, диспансеризация, диспансерный осмотр, диспансеризация, профилактический медицинский осмотр, это очень важно, да? И поэтому вот в плане объема этих исследований, конечно, можно предупредить вот эти все вещи, да? Да. Так, и еще тогда, Елена Марина, такой вопрос, значит, вот у человека случился инсульт. Вы говорили, какие признаки, и даже человек, который не обладает медицинскими какими-то навыками, он может увидеть и распознать, да? И вот до вызова скорой помощи, как можно помочь пациенту? Если пациент в сознании, ну, во-первых, нужно успокоить пациента, так как вот это длительное волнение, оно может в дальнейшем усугубить его состояние. Если пациент в сознании, с ним можно разговаривать, то есть он ведет открытый диалог, его нужно обязательно уложить на кровать, и можно поднять головной конец на 30 градусов. Если пациент без сознания, его голову нужно повернуть на бок, потому что, возможно, рвота, измерить обязательно артериальное давление, то есть снизить артериальное давление, но в пределах. То есть если пациент, страдающий гипертонической болезнью, у него наверняка там арсенал таблеточек имеется, родственники знают, они обычно, вот, то есть снизить давление можно. И ждать скорой помощи. Хорошо. Ну, вы уже сказали про группы риска тоже, да, вот я просто хочу к этому вернуться. Вот все-таки обращаясь сейчас телезрителям, чтобы они, вот, та часть населения, которая действительно, может быть, относится к этой группе риска, чтобы они насторожились и действительно обратились за медицинской помощью заранее, заблаговременно. Вот еще раз все-таки, вот, к той части телезрителей, вот, на что нужно обратить внимание? То есть может быть наследственный фактор, да, может быть там проанализировать у кого-то, там, может быть, у отца, там, у матери было, там, у дедушки, бабушки, да. не инсульты, а, может быть, гипертоническая болезнь или еще какие-то другие заболевания, сахарный диабет, другие какие-то заболевания, может быть, крови и так далее. Вот на что нужно обратить внимание, вот, такой части наших телезрителей, и все-таки прийти к врачам и пройти обследование хотя бы минимальное? Ну, это надо начать с участкового терапевта. Просто первичное звено, да, прийти к терапевту. Конечно, да, к своему, в поликлинику, к терапевту. Той категории, которую вот сейчас я назвал, да? Да, конечно. Там есть обследование определенных комплексов, которые нужно пройти. Ну, это кровь, мочу начать сдать, электрокардиограмму. Ведь некоторые пациенты даже никогда… Ну, нарушение ритма провоцируют тромбообразование, конечно. То есть, если пациенты длительно беспокоят какие-то загруденные боли, нужно хотя бы начать с электрокардиограмм. Ну, то есть, еще раз, вот, прямо вот по пальцам, да, значит, первое, если у кого есть гипертоническая болезнь, да, это однозначно нужно к врачам, да? Ну, вообще, просто, скажем, не гипертоническая болезнь, пусть даже диагноз еще не поставили, повышение артериального давления. Да, длительное, повышение артериального давления. Дальше, значит, есть заболевания хронические какие-то, да? Конечно. То есть, сахарный диабет, заболевания бронхолегочной системы, да? Какие еще там… Ну, пациенты с заболеваниями сердца. Ишемическая болезнь сердца, стенкардия и так далее. Ишемическая болезнь сердца, или перенесший инфаркт и миокарда, да, в анамнезе, опять-таки. Вот, на это стоит обратить внимание. Ну, наверное, можно и обратиться к тем телезрителям, у которых, может быть, какие-то стрессы, волнения на работе, там, да, дома, да? То есть, тоже не ждать, не вариться в этом самому, а тоже, может быть, обратиться к врачам соответствующих специальностей, правильно? Даже психологическая помощь тоже предупреждает все эти неприятности. Ну, что еще добавить нашим телезрителям, что еще пожелаете? Берегите себя и своих близких, будьте здоровы. Спасибо большое. Ну, что ж, вот такой интересный у нас сегодня разговор получился. Я всем желаю здоровья, берегите себя, до новых встреч, ваш доктор Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok